МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возможно, в этом году ветераны смогут получить единовременную выплату к 9 мая. Раньше она выдавалась только по юбилейным датам победы. До 15 марта членам оргкомитета предстоит определиться с планом мероприятий на 9 мая, в том числе решить вопросы общественного порядка. Особое внимание уделят традиционному шествию бессмертный полк. В прошлом году в нем участвовал более 160 тысяч жителей края. В этом организаторы ожидают еще большее число участников. А к Демидовскому братству добавилось 7 человек. Теперь в Алтайском крае 107 лауреатов. Премию имени Демидова вручают раз в три года за достижения в искусстве и производстве. Единение промышленников и людей творчества, наверное, это две части, не отдельные друг от друга, неделимые. Две части успеха, который может быть в крае, если все эти две части работают слаженно, вместе, сообща, развивая наш с вами край. Демидовские премии вручили в номинациях изобразительное искусство, архитектура, литература, музыка и других. Лауреаты получили по 50 тысяч рублей. В номинации архитектуры отметили автора Колыванского музея истории камнерезного дела на Алтае и горного отеля. Сегодня прозвучало такое слово «первое братство». И вот это братство как-то я ощутил, ощутил где-то вот так. Может быть, это даже еще дополнительно один рюкзачок, еще один груз, который потребует быть более активнее, более собраннее. Но продолжаем служить. Актеры говорят, служат в театре, а мы продолжаем служить на своем фронте. В этом году к меценатам Демидовского фонда присоединился Союз промышленников и предпринимателей. Края лауреатами премии в этом году стали актер театра драмы Георгий Обухов, художник Иван Мамонтов, писатель Анатолий Муравлев. Сегодня первый день весны и многие уже начали готовиться к лету. Чаще обычного посещать фитнес-залы, садиться на диету. Но не обязательно ограничивать себя в еде. Можно выбрать правильные продукты. А вот какие и где, расскажем далее. Безвредных добавок, красителей и консервантов. Все больше современных людей предпочитает полезную, здоровую и вкусную пищу. В магазине альтернативного питания сыроедов продовольственная корзина удивит своим разнообразием. Здесь можно купить колбасу или даже майонез. В этих продуктах нет жиров животного происхождения, сахара и соли. Если вы предпочитаете вегетарианскую пищу, то сыроедов – находка для вас. А в преддверии Великого православного поста здесь можно найти продукты, которые разнообразят постное меню. Также у нас можно приобрести биомороженое. Оно подходит и для диабетиков, и для спортсменов, и для детей есть специальная линейка. Есть также сахарозаменители разные. В магазине сыроедов есть продукты для кондитеров. Какао-масло, какао-тертая, кокосовая продукция. И уже готовый хлеб из цельнозерновой муки. Кстати, здесь же вам сделают муку из любых злаков – зеленой гречки или пшеницы. А еще приготовят свежевыжатое масло, например, из зерен льна или расторопши. На ваш выбор. Магазин экологических продуктов сыроедов – полезно, значит вкусно. Специалисты советуют заботиться о своем здоровье и регулярно проходить медицинские осмотры, ведь болезнь проще предупредить. К тому же комплексные обследования можно делать быстро и в одном месте. Далее еще немного полезной информации. Городской центр медосмотра был открыт для удобства граждан города Барнаула. Все врачи находятся в штате на своем рабочем месте с 8 до 17.00. В какое бы время вы к нам ни подошли, утром, в обед или вечером, вы сдадите все свои анализы, пройдете всех специалистов за один свой визит. Здесь вы можете пройти комиссию на санитарную книжку, оформить справку на права категории АБЦДЕ вместе с ЭЭГ, справку на владение оружием, справку на север, справку на трудоустройство и пройти профосмотр по приказу 302Н. Медицинский осмотр работников – это лечебно-профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушения состояния здоровья работника и медицинские противопоказания к работе. Цель медицинского осмотра – это раннее выявление заболевания, которое является основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. Также раннее выявление факторов риска и развития этих заболеваний. А также хотелось бы сделать акцент на водительские права. Многие приходят отягощенными заболеваниями, боясь, что это станет препятствием к дальнейшему вождению. Мы сводим вашу боязнь к минимуму. Наши врачи компетентно и правильно определят медицинские противопоказания и показания. С целью ранней диагностики различных заболеваний проводится в Диалмеде ультразвуковое исследование различных систем и органов, в том числе и молочной железы. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического на флору и цитологического на типические клетки исследования не реже одного раза в год. Женщины старше 40 лет подлежат обязательному обследованию у зимолочных желез один раз в два года. Каждая организация сталкивается с необходимостью проведения медицинского осмотра своих сотрудников. Наш центр имеет государственную лицензию на проведение медицинских осмотров сотрудников, занятых на вредных или опасных производствах. Медицинский осмотр в нашем центре проводится определенным составом врачей, имеющих необходимую специализацию и профпатологию, во главе которого стоит врач-профпатолог. Обратившись на центр, вы будете сотрудничать с одним менеджером, который будет вести вас от момента обращения до выдачи заключительного акта. Мы рассчитаем для вашей организации стоимость медицинского осмотра в соответствии с количеством сотрудников. Определим удобный график прохождения медицинского осмотра и время прохождения. Обратившись к нам, ваши сотрудники проходят всех специалистов и сдают все анализы за один раз, после чего один ответственный от вашей организации по договору забирает все необходимые документы и передает в организацию. Мы будем рады сотрудничать с любой организацией по оптимальным ценам. Мы приглашаем вас в нашу клинику, будем рады вам помочь. И в завершении выпуска о погоде. В крае переменная облачность, возможен снег. Самый холодный день в Колунде и Славгороде минус 4, около 0 в Рубцовске, Зминогорске и Заринске, до 3 тепла в Бийске. В Барнауле возможен снег и 3 градуса тепла днем. А я напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. А у меня на этом пока все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok